Бывший кинотеатр «Россия» будет отремонтирован уже в этом году. Здание 1963 года пустует с 90-х годов. В скором времени здесь появится детский драматический театр «Мастерская». Самара получила президентский грант на реконструкцию бывшего кинотеатра. Все это благодаря нацпроекту «Культура», чья главная задача – увеличить число посетителей в музеях, театрах и библиотеках. После реконструкции бывшего кинозала, дети студии «Мастерская» смогут реализовать все свои творческие задумки уже на новой сцене. Задача проектировщиков – сделать подвальное помещение, первый и второй этаж. На первом этаже будут располагаться зрительный зал, большая гримерка, фойе и касса. А на втором – кабинеты художественных руководителей и режиссеров театра. Реконструкции кинотеатра очень ждут и жители окрестных домов. Вера Музафарова каждый день ходит на работу мимо заброшенного здания. Вспоминает, раньше здесь показывали прекрасные фильмы. Стоит это здание, потихоньку разрушается, очень жаль. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь было не просто что-то опять торговое, продавательное, покупательное. Если будет детский театр, это вообще здорово, конечно. У нас не так много мест, куда можно ходить именно в этом плане с детьми. Театр будет нормальный детский. Ну что, просто стоит, простаивает, разрушается здание и все. А это детишкам развлечение какое-никакое. Вот эта дверь, тоже туалетная. Это где кинотеатр? А вот, вот она, дверь-то, вон. Это дверь с той стороны, тоже туалетная. Прямо без зазрения совести подходит туда. Ну то есть вы реально переживаете за двор, за кинотеатр? Конечно, разве плохо, если здесь вот убрали, ничего бы не было. Дети бы здесь, и наши бы дети, разве плохо. А может быть дети даже бы занимались? А как же бы. Идеи реконструкции старого кинотеатра и другие культурные проекты, которые будут реализованы в Самаре, обсудили на заседании общественной палаты. Мне хочется в качестве положительного примера отметить, в частности, вот тот самый замечательный грант президента Российской Федерации по созданию молодежного театра. Мы с вами можем увидеть, что через два года, по 21 год включить на этот долгоиграющий так называемый грант, у нас там появится не просто красивая локация, в которой жители могут отдыхать и комфортно проводить свое время, но и самое главное, что там появится возможность всем нашим молодежным коллективам себя реализовать. Здания культуры будут не только ремонтировать, но и оснащаясь современным оборудованием. В планах привести порядок ДК «Победа», завершить ремонт дома Маркинсона на улице Чапаевской и Самарской публичной библиотеки. Такие изменения, говорят общественники, позволяют надеяться, что слово «культура» будет не просто абстрактным понятием из учебника, а чем-то настоящим. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов, События. Дмитрий Мешканцов